Пока дети отдыхают, а тренеры в отпуске, в Ледовом дворце проходит косметический ремонт. Там обновляют площадки ледовой арены, красят бетонную плиту для заливки льда и стены. Краску обновляют на первом и втором этаже здания. А для болельщиков в фойе готовят настоящий подарок – стену для музея хоккея. Она будет служить и фотозоной. Там будут прожектора рисеть, такие декоративные, 6 штук. И будет оформлено по-дизайнерски там с хоккеистом, со всеми вот этими покрасочными работами, чтобы было красиво, чтобы можно было там сделать из этой стены музей хоккея. Какие-то раритетные вещи из советского хоккея взять, принадлежавшие там истории Саровского хоккея. Ремонт коснется раздевалок и санузлов. В раздевалках перекрасят стены, потолки, заменят лавочки и вешалки. В душевых кабинах уберут подоны и сделают плиточный пол, заменят сантехнику. Половину ледовой арены уже покрасили, привели в порядок. Осталось только за скамейкой запасных покрасить стены. Их уже прошпатлевали там. И вот осталась только покраска. Первый этаж 2-3 дня, и он уже будет готов полностью. И второй этаж тоже 2-3 дня. Стена в фойе для музея, она будет готова на этой неделе, потому что завтра придет художник, будем решать то, что или надо будет еще накладывать краску на эту стену, или все-таки мы уже начнем делать эскиз, макет на стене, то, что мы хотим там увидеть. Также в Ледовом дворце планируется капитальный ремонт холодоснабжения. Сроки ремонта до 1 сентября 2025 года. У нас планируется замена вентиляции и кондиционирования системы и автоматизация и диспетчеризации всех этих элементов. Сейчас проводятся, на данный момент собираются заявки на конкурс. Конкурс состоится 26 июля. И 30 июля мы будем знать того человека, кто, или ту организацию, кто нам будет производить этот капитальный ремонт. В этом году по поручению главы города Алексея Сафонова отремонтируют шесть учреждений спорта и молодежной политики. Кроме Ледового дворца в список вошли молодежный центр, центр внешкольной работы, лыжная база, лагерь «Березка» и стадионы «Кар». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.